Витязева Ангелина, я мастер по наращиванию ресниц. По национальности я зырянка, у меня родители всю жизнь жили в тундре, они видели кочевого образа жизни, и все детства я провела там, в чуме. Но последние лет 10 я там вообще никак не была, я жила в городе, здесь работаю. Но я повзрослела, и я начала скучать по тем местам, где я провела свое детство, и я решила туда съездить, пока у меня есть там родственники, у меня там живут двоюродные братья с семьями, и свое лето я решила провести там. Я этому очень безумно рада, потому что там очень красиво, я вспомнила все свое детство, как оно прошло, и сейчас я осознаю все по-другому в более осознанном возрасте, и на все посмотрю совсем другим взглядом. Ко всему этому я была готова, я просто понимаю, что оленевосы прекращаются, все потихонечку оттуда уходят, потому что это очень тяжелый труд, никто там уже не хочет жить, и там такие условия тяжелые, и все уже остаются, и я понимаю, что лет через 10 этого уже вообще не будет, и пока есть к кому съездить, я решила съездить, все это вспомнить. Мне это, когда ехала, мне было страшно, потому что я там давно не была, и я думаю, что вдруг мне это не понравится, я захочу приехать, но я не смогу в любой момент взять, сесть и приехать, потому что там нет такой возможности. Но я все-таки рискнула, я об этом вообще никак не пожалела, я там пробыла месяц, и, если честно, мне этого не хватило. Я бы там еще побыла, наверное, полтора месяца для полного счастья, но это было безумно круто, у меня остались очень положительные эмоции, и я планировала бы как-нибудь еще раз туда, конечно, съездить, но уже зимой хочется посмотреть, как там вообще это все происходит. До туда я добиралась на треколе, дорога заняла 7 часов, но для нас это буквально быстро, а обратно мы уже ехали на квадроцикле, на поезде, и по времени это было немного дольше. Но так как погода была очень хорошая, поэтому это, наоборот, интересно даже для нас. Я, наоборот, такой экстремальный человек, и не люблю сидеть на месте, и для меня это безумно интересно. Мы жили в горах, там у нас мы делаем чума у всех свои, и как бы там живешь. А это ближе к Паркуте. Там вообще, в принципе, денег тратить не надо, ты просто с собой берешь продукты, и все. Сколько я потратила, даже не знаю, там вообще минимальные растраты, это, наверное, самый мой такой бюджетный отпуск получился. Но по эмоциям это получился самый такой прям очень крутой отпуск, несравнимый с другими. Я поехала туда специально летом, когда не кочусь с одного места на другое, а не кочусь для того, чтобы оленям было что поесть. Это самое, наверное, такое интересное для меня, потому что ты постоянно разбираешь чум, потом ты приезжаешь на другое место, ты кочуешь где-то 10-20 километров, проезжаешь, и снова делаешь чум, выбираешь место для себя, которое подходит. И на одном месте ты можешь стоять сутки, можешь стоять неделю. И потом мы прокочевали пять раз, и приезжаешь, так сказать, на Литовку у нас называется, ты там стоишь уже три месяца, они стоят, кормят оленей, и потом они снова уже возвращаются к сторону города. Просто помогать, я приехала родственникам, и в принципе все. Такой прям трудной работы для меня не было, но в чуме мне нравится то, что там ты всегда должен что-то делать. Ты там не можешь просто сидеть, сложая руки, потому что это будет очень скучно. Там такая всегда суета, да. Наоборот, хочется всем помогать, хочется что-то делать, чтобы дни были более насыщенные. Самое любимое для меня было то, что мы еще ходили с мужчинами в стадо. Это прям для меня очень интересно. Увидеть своих оленей, которые когда-то это папины, и для меня это очень как бы так ценно, интересно. Вообще у них поголовье очень большое, это 4 тысячи, но лично наших где-то осталось 200. И есть олени, которые ручные, ты их приручаешь, ты кормишь их хлебушком, они к тебе подходят очень спокойно. Есть, конечно, дикие олени, которых ты просто так не поймаешь. Самые, которые кушают хлеб, ты их с детства берешь, когда они очень-очень маленькие, их бросают мамы, или они просто где-то потерялись, и мы их берем, чтобы они не пропали так без вести. Честно, я не была готова к тому, что там будет снег. Потому что, когда раньше я там жила, летом там такого не было. А сейчас, когда мы именно кочевали, там был и град, и снег очень сильный. Я была немного в шоке. Они говорят, что в последнее время у них такое часто, и это для них нормально. А утром мы просыпались, у нас вообще было там все в снегу. Это было, наоборот, так интересно. Было намного больше эмоций, чем было бы, если там было солнечно. И в конце моей поездки там уже начало более тепло. Все были удивлены. Они не знали, что... Они знали, что по национальности язерянка, но они не знали, что мое детство так прошло, что я жила в оленеводстве. Многие были удивлены. И все написали, что это, наоборот, интересно, что я рассказываю. Потому что раньше, например, мне немного было, наверное, не то, что стыдно рассказывать, потому что люди меня не понимали. Они начинали сразу осуждать меня, что я так жила. А сейчас я, наоборот, хочу показывать, что нужно... Зряни, они, наоборот, их становится все меньше и меньше, и люди как-то перестают о себе рассказывать, как они жили. А людям это, наоборот, интересно показывать, что есть еще такая жизнь. Она тоже очень интересная. Люди еще живут в таких условиях, очень трудных, потому что мы, когда живем в городе, для нас это все легко. А у них нет такой возможности, они, например, каждый день готовят кушать. Я там сейчас увидела. А тут мы можем заказать, а там ты не можешь в любой момент позвонить. Это тоже сложно. И подписчики мне написали, что спасибо, что ты показала такой интересный образ жизни. Их это прям для них было что-то новое. Особенно, когда я показывала, как мы делаем, разбираем чум. Для них это прям очень удивило, потому что многие этого вообще никогда в жизни не видели. Хотя они всю жизнь прожили на севере. Я, наверное, особо так посильно ни почему не скучала. Я, наоборот, там очень хорошо отдохнула. Я отключилась вообще от работы. Когда я ездила, например, в отпуск в другие города, я всегда думала о работе. А здесь я просто обо всем забыла. И самое крутое, что там было, что там не было, интернеты. Вообще-то никуда не мог зайти. И это вообще прям очень хорошо. Они в город приезжают не так часто. Они бывают зимой и весной, когда они уже смажаются продуктами. И все, в принципе. Но чтобы я приехала, для них не было. Я просто когда ехала, я у них спросила разрешение, вообще можно приехать или нет. Потому что все равно мы, например, с ними общаемся не так часто. Но в Тунтре всегда живут такие люди очень отзывчивые. Они всегда рады тебя видеть в любом случае. И когда я туда приехала, как они меня встретили, я была немного удивлена. Потому что такое ощущение, что я как свой человек для них была. Такое ощущение, что я как их семья просто. И это меня прям... Для меня это было очень ценно. И они пытались сделать все так, чтобы я... То, что давно там не была, что я провела это время так, чтобы я запомнила вот это время. И как мое детство прошло, они мне многое рассказывали. И как бы я себя там ощущала, так скажем, на своем месте. Хочу сказать для молодежи, чтобы они не стеснялись показывать, если они вели такой образ жизни. Потому что людям это очень интересно. И чем больше мы будем показывать, тем, наоборот, нам будет больше... Людей будут туда ездить. И не стыдиться также выезжать, нам в отпуск ездить. И тоже это транслировать. Потому что я сейчас съездила, я показала это людям. И это был очень большой отклик от них, что им это очень сильно понравилось, чтобы я как бы больше об этом рассказывала. Обе-бахватка. Стаса-бахватка.